привет друзья с вами снова влог вечерний сегодня я буду рассказывать дома решил остаться в такой уютной обстановке никуда не ходить была тяжелая неделя много событий много съемок обо всем и расскажу чуть-чуть поподробнее позже что касается нашего телеграм-канала да сейчас у нас он немножко стал реструктуризировать настало лето кто-то ушел в отпуск там у одной девочки у нашей свадьба поэтому мы немножко реже стали делать какие-то статьи писать но я думаю что летом это позволительно осенью у нас будет наверное немножко изменится формат и мы уже с полной силой будем писать больше интереснее кстати вот сейчас открыли вакансии у нас нужны писатели кто хочет в нашей команде быть писать интересные статьи про изобразительное искусство про рекламу про облазки журналов также этих людей я беру на свои съемки если кто-то хочет в общем пишите также мне и я думаю что мы установим небольшое такое тестовое собеседование и если вы нам подойдете то будете писать для нашего канала поэтому дерзайте все на канале я стараюсь не говорить о политике если открываешь youtube то там 80 процентов новостей это либо какие-то ржака либо эта политика на политике много кто хайпится потому что постоянно есть какие-то новости вообще основном блогеры рассказывают о новостях о гаджетах потому что это просто потому что каждый месяц выходит какой-то новый телефон новый фотоаппарат можно делать обзоры можно говорить о каких-то законах которые вышли я стараюсь это обходить потому что еще раз говорю я не пытаюсь на этом канале заработать я делаю это для себя ты мой видео дневник и поэтому я старался всегда политические новости обходить стороной но как только я услышал про пенсионную реформу не могу сдержаться потому что действительно это классная тема я считаю что пенсионный возраст того чтобы подняли это очень круто основной смысл улучшение качества жизни пенсионеров при продлении трудоспособного возраста для мужчин до 65 лет для женщин до 63 куда у нас идут обычно люди у которых не устроится которым не устроиться на работу ну так как обычно если там парень студент там пара поучился потом искал работу туда-сюда он потом становится фотографом девчонки становятся визажистами мастерами по маникюру и так далее и так далее и тут вы понимаете что теперь мужчинам нужно работать будет до 65 лет вопрос где и я представляю значит в 60 лет мужчина уже не может себе найти работу и кем он как вы думаете становится правильно он становится фотографом но естественно всякие бабулечки становятся мейкап мейкерами занимаются наращиванием ногтей и ты заходишь какой-нибудь такой в пилке заходишь и там сидят такие 60 65 лет не бабульки наращивают ногти делают пилинги приходишь на свадьбу а там я я выскакиваю просто с бородой такой прямо в зал начинаю что-то судорожно снимать гости думают что этот дедушка а нет это фотограф свадебный он зарабатывает деньги потому что у нее нет пенсии и вот он выскакивает и говорит но где пара где кого снимать тигре дедуль вот туда туда это как раз поворачиваешься да и давай туда бомбить снимать вовсю и ассистент ассистент он такой он уже не может таскать твои вещи он уже такой с авоськой сумкой на колесиках под подтягивает объективы ты там вторые очки 3 в общем классная жизнь будет я как представляю эту тусовку представляете 60 лет и все творческие все фотографы все стилисты все в общем бам-бам-бам-бам будет прямо круто я считаю что пенсионная реформа действительно только омолодит людей ну а те кто не согласны те кто не согласны с этой пенсионной реформы что я могу сказать ребята вы не расстраивайтесь пенсия у вас будет маленькая зато недолго но теперь немножко более серьезную тему расскажу про съемку для группы марсель ребят я знаю уже много лет они ко мне каждый год обращаются за фотографиями для своих афиш для каких-то альбомов я очень благодарен им что они каждый раз доверяют мне это обычно я их снимал в студии потому что студийные фотографии проще превратить в афишу но в этот раз я ребят уговорил и посниматься наконец-то на локейшне у нас теплое лето в питере хорошо даже сейчас я сижу очень жарко дома я выбрал такой заброшенный парк и мы сделали со стилистами с визажистами придумали образы в таком английском стиле и сделали там съемку вот небольшое видео о том как это было а а а а а а а Вот такой короткий ролик мы сделали сразу после съемок. Вообще готовится длинный, там минуты 3-4, где будет все видно, поподробнее все. Возможно там будет со звуком, сейчас он монтируется. Это такой тизер того, что было на съемке. Вот собственно какие фотографии получились. Что я делал на этой съемке, как я это все дело снимал. Что касается рекламных съемок, обычно делается 2-3-4 кадра. На финале должно получиться красивых, которые как раз и будут использоваться. Поэтому придумывается несколько образов абсолютно разных. Разных по эмоциям, разных по одежде и они воплощаются. Здесь я использовал обычную накамерную вспышку, на штативе и зонтик. Когда ты снимаешь вечером, а я очень люблю именно коммерческие рекламные съемки делать, когда боковое солнце, то сымитировать на лицах такое солнце довольно просто. Вот таким прибором, как зонтик и вспышка. Ну для того, чтобы сделать какой-то световой рисунок на лице. Поэтому вечерние съемки намного проще использовать. И отражатель, и свет более мягкий, и собственно дополнительное оборудование, дополнительный свет ложится намного проще. Например, дневной свет перебить, когда солнце сверху падает, довольно сложно. Нужны очень мощные вспышки. А при боковом свете, когда есть солнышко, можно добавлять вспышкой рисующий свет, какой-то контровой свет, и это все будет смотреться естественно. Обычно на такой съемке задействовано порядка 7-10 человек. Это ассистент, визажист, стилист, помощник стилиста, видеооператор, который это снимает. Ну и еще каких-то пару человек, как правило, которые помогают, что-то носят и так далее. Ну то есть вот где-то 7 человек на съемки стилисты были не очень довольны, потому что они привезли реально дорогую одежду. А вы знаете, что на всех таких съемках, как правило, одежда либо берется у знакомых там бутиков, магазинов, либо она покупается и потом сдается. Так вот, для того, чтобы ее сдать, она должна быть в идеальном состоянии, чистая, поглаженная и так далее. И когда Леша выбрал какие-то дебри, какие-то леса, у которых надо стоять, болото, грязь и все такое. Девчонки были в шоке, мы это все делали очень аккуратно. Все равно запачкали одежду, они ее потом кое-как сдавали. Было набрано одежды на сумму порядка 200 тысяч. Там одни только ботинки стоили 20 с лишним, зонты были по 15 тысяч. В общем, все очень боялись. Я, естественно, всех гонял по полису, не обращая внимания на эту одежду. Так что это нужно знать и действительно обращаться с этим аккуратно, иначе сама съемка будет стоить дешевле, чем потом выкупить эту одежду. Ну вот и все, друзья, на сегодня. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, тогда я точно буду знать, что я делаю все правильно. Подписывайтесь на канал, теребите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Ну и все. Всем хорошего вечера. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok